Всем доброе утро, девочки! Начинаю новый влог. Сегодня у нас уже вторник. Я вчера ездила к дочке, но ничего не снимала. Вчера у нас трубы продлевали, трубы там на 2 метра под кухню уже приходили вот рабочие. И все. Мойку временно переместили. В общем, вчера я ничего не снимала. Дочке помогала там эти столики передвигать, ну и проконтролировала процесс, чтобы все сделали правильно. Там я сама замеры делала. Вот. Это вы уже увидите у нее на канале. Она там все поснимала. Я ездила к ней ненадолго. Буквально вот на время этих работ там, на пару часиков. Ну, а сегодня мы решили поехать с ней поискать мойку, посмотреть, где какие мойки есть. Ну, в общем-то, нам посоветовали ехать в ХДМ. И, наверное, вот в ХДМ мы поедем. Будем там покупать или нет, но, по крайней мере, посмотрим, что там есть. Там есть выбор. Мойка. Потом вот этот вот смеситель. Там с фильтриком должен быть. Фильтр нужно будет еще покупать. В общем, будем смотреть, будем искать. Вчера уже было поздно ехать, поэтому я говорю, давай уже с утра пораньше поедем и посмотрим. Я сегодня уже проснулась, сделала масочку на лицо. Но я сначала не хотела снимать, потом думаю, эффект такой хороший, что надо вам показать и надо вам снять. Вот такую масочку. Это гидро... как тут написано? Треактивная маска патч для лица. Вот такая вот масочка. Это фаберликовская. Ну, я вам хочу сказать, маску я нанесла, вот эту маску, такая тканевая маска. И 15 минут подержала, я ее удалила. Там не написано, что нужно смывать, ничего не смывала. И вы знаете, я вам хочу сказать, лицо такое прямо, знаете, как будто кремом намазано. Оно такое приятное. Вроде бы тон даже выровнялся, как мне кажется. Как вам кажется, напишите. Вот. Что еще я вам хочу сказать. Я вчера вечером поужинала, как обычно, в 6 часов, а уже часов в 9 не захотелось перекусить. Как обычно, я перекусывала бутербродами. И вчера решила уже в 9 часов выпить вот этот вот коктейль. Виллес. Дочка мне вчера подарила вот такой вот шейкер. Она его брала в фикс прайсе. Ну, вот как раз он мне пригодился для того, чтобы здесь уже разбалтывать вот этот коктейль. При том, что здесь есть мерная шкала, и я могу водичку наливать уже вот сколько мне нужно, 250 миллилитров. Сразу налила, ложечку положила туда, взболтала хорошенечко и выпила коктейль. И все, легла спать. Мне больше есть не хотелось. Аппетит отбила, я хорошо уснула. В общем, мне понравилось. Я заказала еще один такой коктейль, только уже с другим вкусом. Ну, когда вот я заказик получу, я вам тогда покажу уже и тоже продегустирую, скажу вам, какой там вкус. Вот. Ну, а пока я сейчас пью кофе, пока я просыпаюсь. С дочкой мы договорились, что она проснется, позавтракает, они соберутся. В общем, она мне там уже позвонит, когда мне уже одеваться. И за мной они заедут, поедем мы вместе по магазинам. Или, может, в один магазин, или еще куда-то, еще не знаем. В общем, все, будем смотреть по обстоятельствам. Кстати, я сегодня одела еще одну туничку, которая вам тоже не понравилась кому-то. Написали, что там внизу котятки, детский вариант. Ну, я люблю девочки, котяток, зайчаток, медвежаток. Вот для домашней одежды вот я люблю. И цвет мне понравился. Мне вот этот цвет очень нравится. Такой яркий, сочный, классный. Одела сегодня для вас новую туничку. Ну вот, пока все. Пока пью кофе. И, в общем, жду, пока проснутся мои родные, близкие. Проснутся. И уже мне позвонят, чтобы я уже оделась. Ничего я больше сейчас делать не планирую. Потому что я уже, в общем-то, в ожидании какой-то движухи сегодня. Вот. Я надеюсь, мне удастся сегодня вам поснимать немножечко хотя бы этот магазинчик там. Что мы будем смотреть. Уже на телефон я снимаю сейчас. Мне на телефон нравится снимать. В общем-то, я просто вижу, что и краски яркие, и четкость такая хорошая. Ну, в общем, и паузу можно ставить. Это очень удобно. Ну, в общем, я вернусь к вам попозже. Девочки, вы помните эту блузку? Я вам показывала ее недавно. На которой вам не понравились вот эти кружева. В общем, кружева эти я решила отпороть. Изначально я, в общем-то, и знала, что их отпорю. Я вам продемонстрировала, как она пришла. Ну, а уже по-своему, конечно, без кружевов. Единственное, что меня, конечно, удивило, кружева они вшили. Они вшиты, эти кружева. Вот здесь вот. Поэтому вот здесь приходится отпороть. Ну, ничего, это все потом зашьется, и все. Будет такая вот нормальная блузочка. Красивый цвет малиновый. Мне очень нравится. Ну, вот и все. Зашила вручную вот это вот. И все. Футболочка, как футболочка теперь. Все, отличненько. Немного времени у меня на это ушло. Ну, вот, мои дорогие, мы встретились с дочкой. Она за мной приехала. Очки у нее, смотрю, сразу такие крутые, с цепями прям золотыми. Висят, видите, какие килограммовые цепи золотые. Говорит, это ты одела, чтобы очки не потерять, да? Я говорю, да, вот так на цепь жесткую. Дорогие очки, чтобы не потерять. Да. А кто у нас там сзади сидит? Денечка с очками. Всем привет! Все, молодец. Ну, вот наша дорога. Люблю снимать дорогу. Едем, куда мы, доча, едем? Едем в ХДМ сейчас. Там достаточно качественные продаются всякие. Че? Моечки. Мойки, смесители. Ну, короче, все, что там продается. Это достаточно качественные. Мы, короче, сейчас идем приценяться. Мойку, смеситель, фильтр надо. Давненько мы в ХДМ не заглядывали, да? Ну, да. Это мы уже, это мы тогда были, что-то мы смотрели, я уже даже не помню, что. Последний раз? Я ходила, освещение смотрела. Нет, когда мы втроем были, помнишь? Я даже там чуть-чуть снимала, но я не помню, что мы там смотрели. Какой там мебель, мне кажется. А, матрас! А, матрас! Ой, так это было давно еще, да? Уже больше года. Год прошло точно. В прошлом году, наверное. Ну, ты, да, да. Я там раньше была. Ну, я. Я снимаю для себя сейчас. Вот, ну, вот, все, девочки. Это год назад я снимала для вас ХДМ. А сейчас мы пойдем там мойки, смесители смотреть, в общем, что там есть, какой ассортимент. Мы, кстати, тогда и не заглядывали в тот отдел. Ой, что это за девица такая непонятная? Стоит. Ой, ой, ой. Ой. Да, жалко выглядит, конечно, человек. Вот. Ну, все, едем. Перекрестная съемочка. Все, мы на эскалаторе едем на второй этаж. Так, ну что, мы ищем кухни. В общем-то, непонятно, нам нужны, мойка нужна для кухни, поэтому мы решили сначала в кухню заглянуть. Сейчас увидим, узнаем, спросим. Этаж большой. Тут диваны, столы. И стрелочка показывала в эту сторону кухни, помимо всего другого. Ну, молодой человек, надо у него спросить. Слушай, а, кстати, может, наш и диван угловой тут посмотреть, приглянуть. Ну, хотя бы увидеть то, что хочется, к чему стремиться. А там цена где-нибудь есть? Вот и консультант подоспел. О, девочки, смотрите, прям летая со столешницей мойка. Вот это да. Вот это клево. Да, только куда же ставить эти смесители, дырочки. Может, специально дырочки потом делают. Блядь, да, летают. Вот это да. Обалденно. Да, да, да. А что-то я не знала. А нам нельзя такое сделать? Нет, у нас столешница будет. Прямо со столешницей. А вот такое, смотрите, прикольно. Вот это как раз вот с этим, с крантиком маленьким. Это вот фильтр, наверное, я так думаю. В общем, девочки, там, где мы смотрели сейчас мойки, там продавец попросил не снимать его. Не знаю, чего он там боится. Дочке он не понравился, продавец этот. Ну, в общем-то, по тому цвету, который нам нужен, выбор небольшой. Там, ну, может, пара-тройка моечек. Мы решили еще посмотреть где-нибудь, не зацикливаться на одном месте. Тут вот еще что-то есть. Ну, тут мойки такие вот, в ванную. Вот немножко для кухни есть. О, а такие моечки вы видели? Смотрите, прикольно. Это как чаша вообще. А это вообще, не поймешь, как что. Как тарелка какая-то. Да, ну и стоят тоже они приличненько. Девочки, смотрите, какая моечка. И такая вот тумбочка, вот какая-то оригинальная, прямо космическая какая-то. Прикольная, да? Мойка вот такая. Прикольненькая. Она такая гладкая-гладкая. А вот такие формы моечек, смотрите, интересные. Ну, это для ванны такие вот умывальнички, моечки. Вот это прикольненько тоже смотрятся такие хорошие. Это определенная фирма. А вот такие моечки, смотрите, какая оригинальная. И вот такая оригинальная форма. Вот это прикольненько. Во, какая красивая, интересная. Заставили одеть маску. А как вам вот такая вот моечка, смотрите, летая прямо со столешницей совместная. Мне нравится такая. Смотрите, какая инсталляция красивая, девочки. Классная, да? Вот такие еще есть. Вот такие кнопочки. Классные. Нравится мне вот этот вот доводчик. Классный. Крышка не хлопает. Классная. Девушка, а, девушка, мне нравятся ваши штанишки. И они, кстати говоря, очень хорошо с сумочкой прям сочетаются. Ну, я вот, видишь, я в бриджиках, потому что жарко. Не, просто хорошо тебе. Я просто говорю, что хорошо тебе. Ну, все, девочки, мы прошли, посмотрели, в общем-то, как бы выбор. То, что нам нужно, небольшой. И поэтому мы решили сейчас прокатиться еще на рынок. Ой, отдел люстр. Я просто обожаю. Так красиво они смотрятся. Здорово, да? Вот это вот. Вот эта красота мне очень нравится. Идем к выходу. Как вам такая картина, девочки? Денька упаду в подушках. Кайфует сидит там. Как тебе? Пошла приседать? Приседать. Ой, как хорошо. Я ж тебе говорю. Да, тащусь. Я ж тебе говорила. Я обалдею. И что, будем брать такую на балкон? Ну, на балкон не знаю. А вот телевизор смотреть, вот так вот качаться. Это просто, просто откинулось и кайфу. Да, клевенькая вещичка. Красота. Ну, все, девочки. Вышли мы с ХДМа. Съели по какой-то булочке с каким-то куриным рулетом. Непонятно. Вот. Ну, главное, что червячка заморили, да, дочь? Вот у червячка, точно. Червячка заморили. Денечка у нас там слойку поел с сыром. Денечка еще морит червячка. Да, еще точит. Он маленький, и червячок у него... Точит? Он маленький, а червячок большой. Вот он мой, точно. Ясно. В общем, посмотрели в ХДМе, в общем-то, ну, как сказать, не сказать, что прям совсем-то небольшой выбор. Ну, как бы выбор есть, но не все нам подходит, не все нам понравилось. И цены тоже там, разброс цен такой большой. Но мы решили еще заглянуть на рынок, там, где мы брали, где мы брали, что мы брали для ванны, да, там мы брали? Да, полочку, вот эту ванну, вот эту стиралку и раковину. Да, делали раковину, ванну брали, вот это вот все. Ванну, да, там тут брали. Вот. Ну, да, мы в тот магазинчик хотим еще заглянуть. Включай, а, ну, у тебя, наверное, один, да? Он сам не выключается. Это смотря под каким углом ты поворачиваешь. Если такой небольшой угол поворота, то он не выключается. А если нормальный, то он установится потом на месте. Понятно. Так, ну, что, мы едем, едем, едем в сторону рынка. Как он этот рынок называется? Атлант. Атлант. Я забываю. Ну, кстати, близко тут. Ну, отсюда ехать близко, да. Чуть-чуть проехала и направо, да. Кстати, у нас же слева еще есть этот рынок, как его. Ты смотри, у меня все названия выбрасывались из головы. Ну, все для бани его написано. Алмаз, да. Вот там же алмаз есть. Там тоже много всяких этих магазинчиков. Тоже можно было бы там посмотреть, если что. Ну, посмотрим, где наш глаз упадет. Не люблю по рынкам ходить просто. А кто любит? Ну, там, по крайней мере, ассортимент большой. И цены. Кстати, небольшой ассортимент. Вот я когда освещение пошла смотреть, просто вообще ничего из того, что мне нужно. Просто ограниченный ассортимент. Ну, да. Я такая пробежалась по рынку, думаю, тьфу. Сейчас, кстати, заедем и я вам покажу, почему я не люблю рынки. Слушай, ну, эти ребята нам сказали лучше, да, на этот, на Атланты. Ну, там дешевле. Дешевле, там выбор больше. Так, а это что у нас за рынок? Овощи, я вижу, написано. Овощная база, наверное. Овощная слева. Она еще и справа теперь, да? Наверное. Фрукты. А, какая-то там база. Ну, это она открылась не так давно. Но что-то там открывается, что-то закрывается. Ой, да. Машина вот стоит. Да. Ну, я редко вылазиваю вообще вот в этот район. Это ты меня теперь, если вывозишь по своим делам, то вот я и еду. А раньше, только когда я на работу ездила в Мену, тогда еще я могла что-то где-то... Так, там тут где-то направо, да? Поворот не пропустит. Это авторынок алмаз. Полиция боишься? Гоишника? Ты знаешь... Нельзя снимать вот это? Нельзя. Я для себя сделала вывод такой. Я когда-то раньше, еще до того, как стала вообще водителем сама, я заметила, вот я на такси, допустим, часто приходилось ездить там на работу, когда в ресторане работал или что. И вот я заметила, если стоит гаишник, и стоит мне на него посмотреть, он обязательно останавливал машину, в которую я ехала. Вот такое, представляешь себе... Сила взгляда. Сила взгляда, да. Ужас. После этого я уже только вижу гаишника, я сразу глаза в пол или куда-нибудь в сторону. Страшно за счетове. Слушай, да. И все, и он не останавливает. Вот такая примета у меня появилась. И когда я уже вижу на дороге гаишник, я от него взгляд куда-нибудь отвожу, но не смотрю прямо на него вплотную, чтобы не притягивать его внимание. Ну вот так вот и люди придумывают себе всякие... Да, ну это вот такая приметочка появилась. Приметы себе придумывают. Моя собственная приметочка, да. Вот так вот происходит в жизни. Ну, отжиманы глаза, и все, начало работать. И все чики-пуки, ты представляешь? Давай это с деньгами что-нибудь придумаем. Вот, типа, делаешь ты какой-нибудь ритуал, и деньги сыпятся из неба. Можно что-нибудь? Нет, у меня вот это все специально не происходит, это происходит как-то все само собой, само по себе. Ну, надо обратить внимание просто. Какие-то знаки точно есть в день, когда приходят деньги, или чтобы они пришли. Ну, у меня, например, левая рука чешется к деньгам. У меня все руки чешутся к деньгам. Вот у меня такая примета, да. Я себе такую придумала, я заметила. Мне вообще кажется, знаешь, как это работает? Ты придумала себе? Раз там, а заметила, рука чешется, раз деньги пришли. Вторая чешется, раз деньги пришли. Думаешь, ля, у меня обе руки чешутся к деньгам. И теперь каждый раз, когда чешутся руки, ты просто, мне кажется, всю Вселенную заводишь своими мыслями. О, ну по-любому будут деньги. Все, ты как бы уже, как будто сама, знаешь. Вселенная-то, она же в наших мозгах-то. Вот оно и работает. Ну вот так вот, видишь. Придумывайте себе хорошие приметы, девчонки, вот чтобы они работали. Вот это будет прикольно. Главное, не плохие, чтобы, знаешь, я посмотрела на кого-то, и человек там умер, да. Или там, я позавидовал кому-то, и сгорел дом. Вот такие, ну и такие приметы вообще не обращайте внимания. А вот концентрируйтесь на хорошем. Я пожелала, я, я пожелала там добра, и человек разбогател. Ничего себе. Да. У меня все, и руки, у меня ноги чешутся, что это пора помыть. Ноги чешутся к тому, что я куда-то поеду. А руки чешутся, что будет бабло. Представляете, ну, позитивчик один, кайф. Да. Ладно, мы подъезжаем к рынку. А вот и пожалуйста. А вот и пожалуйста. Почему мне не нравится? Вот что не нравится в рынке, да? Пожалуйста, вот встал он. И как нам теперь проезжать, разъезжать? Здесь тут машины, здесь машины. Вот если вдруг я посмотрела, карнизы плинтуса мне надо. И куда мне, блин, встать, чтобы выйти посмотреть карнизы плинтуса? Слушай, ну смотри, мы никогда не объедем. Да пипец, я не понимаю вообще. Там у машины стоят встречная дорога. Ой, вообще. Да, тут и ходить много приходится ногами где-то. И вот то, что здесь с машинами, конечно, оттрудно. Сейчас ему нужно сюда ко мне ближе подъехать. Тем нужно чуть-чуть дальше отъехать, чтобы я вперед проехала. А тебя сзади уже подперли. Пятнашки, блин. Да. А сзади уже подперли, и он не проедет там, нет проезда. Сейчас вот эти должны как-то выезжать. А если их подпирают те, то все, мы, блин, застряли. А он нашу вот этот вот сейчас заднюю не дал. Пока я регулировщик не... Он должен видеть, надо, что мы тут вообще-то стоим. Ты видишь, да, его зеркало? Что он видит на зеркало? Он должен. Ну, это такие машины, которые они много чего-нибудь... Ну, что там, варианты какие? Ну, пробки, короче. Так это будний день, это вторник. Да пипец просто, пипец. В субботу я один раз сюда заехала. Блин, я хотела куда-то зайти. И я, короче, вот так просто проехала. Полчаса здесь потратила. И просто выехала нафиг, думаю, отсюда. Улепетнула по-быстрому, да? Ну, как... Что же это была глупая идея сюда приехать? Выходные дни вообще-то, что? Тут будние дни разъехаться. А в выходные вообще. Поэтому рынке вот лучше переплатить ту же тысячу-полторы. Чего мы сюда приперлись? Ну, мы едем к этому. А мы конкретно знаем, да, можно было в объезд на самом деле поехать. Здесь есть еще другая дорога. Я именно вот эту вот не люблю дорогу. Он случайно не припарковался, знаешь, так вообще... Может, он встал тут уже по своим делам. И я вот стою за ним, жду. Не подпирай его, не надо. Ну, там же дальше должны подъехать. Я же не специально подпираю. Тут должны мы все вот так вот сплоченно вести себя, если хотим... Если хотим двигаться вперед. Мы должны действовать сообща. Ну, это понятно. Ну, просто, знаешь, когда машина легковая, ты уверена, что у него задние зеркала есть. И зад увидеть. А здесь вот у меня нет уверенности, что он видит что-то в свои зеркала. Ну, он должен как бы привыкнуть уже. Боковые видеть. Наша машинка маленькая. Он может, знаешь, не увидеть. Комар, да? Да. Если заднюю даст, будет нам тогда... Какой-то смеситель, мойки, аксессуар. Ёшкин-Королёшкин. Куда встать? Ну, где-то надо тут вот прилепиться. Я сейчас вот так вот встану. Пойду сбегаю. А вы сидите. Вот удобно, когда кто-то со мной в машине. Хоть я могу одна выбежать. А то, что я бы сейчас припарковалась, вышла бы. Давай, по-быстрому сбегай. Сидите, сидите. Ой. Так, телефон надо взять. Бери, конечно. Да, тут действительно, вот как бы там вот я смотрю, есть вроде какая-то площадка, но почему-то она там загорожена, перегорожена. И там стоит, висит кирпич. Хотя можно было бы там паркануть. Да, тесновато, тесновато на рынке. И вообще, конечно, очень-очень. Ладно, ждёмся. Смотрите, девочки, смесителей много. Ну, не все, конечно, есть вот с фильтром. Мы же хотим, чтобы с фильтром было. Один краник с фильтром, а другой просто на воду. Мне вот такой вот очень нравится, но, к сожалению, нету такого белого, чтобы был белый. А, вернее, есть белый, только нету его с фильтром, без фильтра. Но отдельную дырку делать не хочется. Такие вот краны, вообще, конечно, много-много всяких. Вообще, на любой вкус и цвет. Ну, видите, вот это рынок. Ассортимент, конечно, на рынке больше, чем в магазине. И цены ниже, при том, что здесь легко дают скидочку. Здесь легко договориться. Тут даже не всё представлено на витрине. Ещё много чего на витрине не представлено. Но на складе есть. И какой-то прикольный цвет, как бархат выглядит. Вот, на складе есть. И, в общем-то, по телефону созванивается со складом, наговаривается, выговаривает. Вот, например, моечка лежит, да. И вот, смотрите, какие разные цвета на эту мойку есть. Всё, подбирают, что нужно. На любой вкус и цвет, как говорится, что хотите есть. Вот, какая форма есть моечки, смотрите. Мы, кстати, в этом магазине брали уже, вот, для ванны, да. Поэтому тут у нас уже всё схвачено. Ну, какие образцы интересные. Придумали, да, здорово. Здесь ничего плохого нет. Ну, что, девочки, мы там уже круголя давали. В общем-то, мойку со смесителем купили, а теперь фильтр мы ищем. Тут рынок, повороты за ворот. Я не знаю, блин, это такая площадь, огромная рынка, что мы там завернули направо, налево. Я уже даже не могу понять и сориентироваться, где мы находимся. Вот такой вот магазинчик, вот куда мы подъехали. Водный мир. И тут есть всё, всё, что нужно для ванны, там, смесители и эти самые, как они. И фильтры, и мойки, и полотенцесушители. В общем, всё, что нужно. Не знаю, где мы находимся. В какой-то рынок. Тут мы с одного рынка выезжаем, в другой заезжаем. В общем, они тут все рядом находятся. Я уже, честно говоря, заблудилась. Ну, похоже, дочка там нашла тот фильтр, который хотела. Вот я, например, не понимаю, где мы находимся, куда ехать вообще, чтобы выехать. Куда нам ехать, чтобы въехать? Въехать? Куда-то въехать. Ты говоришь, я не понимаю, куда нам ехать, чтобы въехать. Вот смотри, вот если там у нас идёт вот этот вот проспект Новочеркасский, то мы тогда вот, нам туда надо выезжать. А сейчас мы выйдем на ту дурацкую дорогу, на ту дурацкую. Да. Девочки, Селина, бывает иногда такая противнючка, я не могу. Да. До новых встреч. А, я думала, ты уже решила сказать, что я противнючка, и попрощаться. Слушай, это выезд куда? Всё выезд. На какую дорогу? На параллельную, куда нам надо было дальше проехать по Алмазу, чтобы не вот эту текучку. Вот в следующий раз нам надо будет вот так вот объезжать и вот так вот... Вот запоминай. А я, например, сейчас тут не понимаю, в непоняточки. Да я так подшую каждый раз. Я в непоняточки. Я ещё и тормоз. Тормоз. Я вообще не пойму, где мы находимся, на какой вообще стороне. Где север, где юг, ты поняла? Вот там вот сейчас вот шелухом, как мы заезжали. Только мы заехали и сделали чуть-чуть направее, а нам нужно было ехать прямо, понимала? Да. Когда только заехали, вон они ещё плитки стоят. Ну ладно, ладно, тебе виднее. Так ты вот запоминай, чтобы не ездить нам по этим пробкам. Я знаю эту дорогу, потому что я каждый раз что-то это... Торможу. Я же сговорю туру. Красиво, как гляньте, это зеленое ухо. Да, красивые цвета, да, вообще мне нравятся. Нравится девочкам, кстати, то, что это... Ну да, большинству нравится, пишут, что хорошо на телефон. Так, мы через пути переехали, потрясло немножечко камеру девочки. У меня руки как этот, как он называется, стабилизатор. Руки трясюки. Руки как стабилизатор, да. Слушай, так что ты говоришь, мы на Шолохово выехали? Ну вот, не, не на Шолохово, а вот на эту дорогу, где мы заезжали. Вот мы заехали, смотри, мы поехали туда. А, вот, а поэтому я тебе сказала, поехали туда, и мы бы выехали на проспект Новочеркасское шоссе. И потом повернули бы в сторону Шолохово, ну как раз прямо на Шолохово бы на концу поехали. Чего пять? Вот, все, значит, у меня с головой все в порядке. С ориентировкой все нормально. А, пять, смотри, он увидел пять и говорит, это пять. Это пять. Молодец, зайка, это пять, все правильно. Цифры ты знаешь отлично. Давно он, цифры уже давно узнает. Цыпа. Цыпа. Цыпа? Ты цыпа? Ты моя цыпочка. Цыпленок мой маленький. О, горки, горки. Ух ты, ух ты. Маму, с ветерком прокачу сейчас. Да, только окна закрыты, включен кондер. Тоже ветерок от кондера. Посильнее, включи кондера. Младче, нормально. Будет ветерок. Нормально. Так, тебе куда-то надо заезжать? Мне домой, пожалуйста, доставьте, я хочу домой. Заедьте ко мне домой и оставьте меня домой. Да, никуда я не хочу больше. Домой хочу. Ну все, дорога, домой едем. Ну все, девочки мои хорошие, я вернулась домой. Дома жара духота. Я включила кондиционер сейчас на всю. Сейчас охлажу комнатку, покушаю, лягу на диван и буду отдыхать. Вот ничего не делала. Я из машины вышла два раза. Вот в ХДМ вышла. И там, где мы брали вот эту вот мойку и смеситель, вот там еще я вышла. Мы там подобрали как раз по цветам, чтобы это все было из одной комплектации. Но в общем, я выбором довольна. Все это уже потом вам дочка покажет. Но она потом поедет забирать. Не знаю, может быть мы вместе в субботу поедем. Может быть она сама съездит забирать это все. Заказали. Заказали, а забирать потом. Вот так что и фильтр купили. Все мы довольны. В общем, то что хотели, то и купили. Все класс. Вот. Но я тем не менее вот устала. Ничего не делала, но устала. Поэтому я сейчас лягу отдохну. А потом сяду монтировать это видео. А видео я свое хочу закончить. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.